еще и машина сама перевернулась вас причем тут нервничать о чем да в жопу вот молодец пожалуй это задание марушу не буду его делать не горечес начнет от него давай я сделаю как называется не знаю а грядные бирюшки наверно и чё себе там бочек раскидывает разработчики от души постарались чё я скажу и а и 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 так ты про этот ос говоришь грузовик ну на котором ездил это же который только с высоким седлом нет я говорил про тот на который подожди давай мы определимся о чем мы вообще сейчас говорим давай рассказывай на котором ты вот сейчас катался и говоришь что он хороший нет это колоб который с высоким силам получается да и два колоба один свыднутый мордой нет но я понимаю что у тебя сейчас не свынет и я вижу это это колоб он медленный да и но только с высоким седлом все ясно вот я сейчас присоединил четырехместных на этом колобе я тебе запомнил что ты привез твой грузовик который ты потом не остырл ну а вот этот колб он достаточно проходимый на Я как раз тебя тогда из грязи там нанял, вот почему? Я вижу, что он и мощный, и высокий, но высокое седло. Почему они не сделали тут прицеп, который с высоким седлом нормально грузы перевозит, я не понимаю. Я еще иду на эти колбы. Да. Хорошо. Хорошо. Вставай О, ну че там? Вставай, щас Вставай Че так и что? Сколько надо? 364 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 374 374 374 384 384 394 384 394 394 40 394 394 40 40 40 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 42 42 42 44 45 44 45 просто вроде щелкнул отправить возле окошка готов отправить перевод ну там типа 300 рублей владелец кошелька получит 300 комиссия полтора рубля и тут кнопочки повторить добавить вызборную отправить еще раз перевод почему вот эта надпись готов отправить перевод ну пришло пришло хорошо я от меня тоже проверил спасибо тебе золо не за что оста хлебушка на печи и отправь ему что попробовать мне проще денег ты так не веришь в почту россии нет здесь дело не в почте объективно чтобы он приехал свежий надо до самолета везти но я и говорю все 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 Продолжение следует... 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 то есть мы берем реальную ситуацию ты вот на машине вышел прицепил ребятку если даже у тебя двигатель за этот заглох ребятка же не отсоединилась она просто перестанет крутить она работает от заведенного двигателя так она у тебя цепляется в этой игре древорукость ну вот мы уже на условности девичка пришли они специально взяли и отключили есть скаут на котором это работает это условность движка на скауте сама лебедка работает когда ты когда движок у тебя глух да ну то есть ты если лебедка работал двигатель заглушил лебедка не оценится на скауте потому что она автономная потому что она включена да а на грузовике у тебя лебедка включена ты зацепился за счета подтягиваешься стоит заглушить двигатель она у тебя отсоединяется ты катишься в тартарары нет я пасеку разрушил то есть мы опять пришли к тому что это не условности движка это просто они специально я не знаю вот ты сейчас рассуждаешь что же не знаю и мы рассуждаем не зная мы только предполагаем предполагаем что они криворукие я не знаю криворукие они или это проблемы с движком ну как ты не знаешь криворукие у нас это столько багов движок отметается по одной простой причине у них предыдущие части есть но тут от движок другое это сделано другом движке это игра сделана другом движке это по моему анрил энджин 4 я аргументирую лишь тем что у них есть машина на которой лебедка работает при любых условиях мне кажется вообще третий логан это реальный доступ вон дениска любит форму читать пусть почитает речь информации чего там все снеграфы спауна делает это очень-очень ранее альфа даже как иначе объяснить разработчики пишут что мы сейчас думаем как реализовать систему вот это в мультиплеере общего сайта а вы корректировали зарабатывали вы вообще какой жопой думали раньше да не думали она возможно изначально нужно было выпустить и денег собрать да она больше заточена под сингл чем под мультик все ну в сингле у тебя нету проблемы сахаться со твоими сохранениями ну как сказать у меня же это соревнование одно поломано поломано она же сохранилась но она невыполнима физически но она же сохранилась что она тебе поломана видишь это хорошо хорошо это же мне понравилась концепция что они когда свои игры человеческие сделать не смогли но о сезонниках подумали кстати на форуме разработчиков там все угоряют с них нафига типа я покупал сезонник и где все обещанное в смысле а что они в сезонники хотят добавлять новую регионы что ли на форуме на форуме на форуме на форуме на форуме но будет конечно жать что если они добавят новые регионы мы этот писос получим на форуме 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 Сезонные это будут как-то иначе работать Я думаю, что все-таки сезонникам они поднимают новые карты Потому что тупо в машинках это совсем кидало будет Мне кажется, что они тупо потом с карты Но не смогли, не получилось Кстати, у нас есть игра, ну это была Которую мы брали тоже с сезонником А по итогу потом не зашло у них Замбов что ли? Да, Волкин Дэд Ну мы сейчас с удовольствием поиграли Поиграли, но мы полноценный сезон не получили Я как бы, если она развивалась бы и была Я думаю, до сих пор бы играли Но не вышло у пацанов в чёт Ну, тут вообще всё сложно было Тут сам-то знаешь, сами эти оботкрутились И ещё и не сезонника отозвали Ну а это чисто гидалон, конечно Деньги с тебя это как покупателя, который заплатил деньги за продукт Не должно волновать, какие у них там эти Тогда они должны были идти на этот и возвращающиеся деньги тебе За это да, я согласен, что возврат сезон должен быть делать До полную я ничего не говорю, но хотя бы какой-то процент Допустим, там 20% пускают игры хотя бы вернуть Уже, знаешь, было бы по-человечески отношения Так, у вас грязными делишками занят Я одни бочки потерял Разведочные работы найти Это вот это, получается, задание, что ли? Требуется сейсмобор Сейсмобор Вибратор Ничего не показывает, куда ехать А Дениска? Дениска Дениска, скажи нам всё, что думают у нас Задание, разведочные работы Типа найти, отсканировать точку на севере Там не только север, там юг и там Я понимаю Я наложу надпись найти точку на севере Он и не показывает, куда ехать Так это должно быть? Ну там где километраж должен показываться Понятно Что нифига не понятно Немного летучи Немного летучи Продолжение следует... 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 пиндосского производства ну аляска тоже пиндосия ну и че получается они два раза свои машины добавили? да ну мы же знаем что допустим на той же миссисипи есть гази этот зилок или газ там хоть точная копия так все повышение все сделано бери какой-нибудь контракт это не получилось что там на одной дороге три аж в линию валяется прицепа ты че тут торгаться на доме? это кому? тебе мне ребят на славку убиваешь аж он три прицепа там расстрелял я вообще ему ничего не говорю я спрашиваю что у вас в линию три прицепа валяется у вас рабочих раз просил это он то что я вижу по канцерам это по-моему одни и те же прицепа они просто размножились там из-за крыла катерпиллера который постоянно драмат по ним делал разные дележки вот сделают разные дележки? да у меня там остались в деревне бочки подависит лутать мне делать нечего я спустую почему? соревнования делаю бери сейсмобур и езжай смысл ты им занимаешься? и что? я же в одну сторону еду ты в другую езжай так смысл он будет все его делать если я знаю где точки че Денис? мы же с тобой ездили и задания выполняли блять если я знал что мы их выполняли че за глупостью говоришь? ты сейчас все задания получается это тут делал знаешь как они делаются вот именно есть такое понятие там скачешь это их надо эти точки я пережил ну и представь что ты местный сусанин в нужной точке воткнусь местный сусанин правильно тебе денег заплатили ты им все показал давай мы тебе денег заплатили давай загорится да кнопка какая то когда буду номер на месте когда вы нажата будет типа нажмите 7 а еще? метраж правильно нет у меня сейчас типа этот писк идет такой ты по метражу смотри там у отметки метража нету метраж еще не горит ну звук идет чуть-чуть вправо влево двигайся пока не появится нажмите 7 через 2 правильно при этом должен постоянно вы нажимать и смотреть да ну надо же привыкнуть просто к этой гребаной функции нет я не бомблю я уточняю ты все правильно понял когда вы нажата там должен как у крана появится пункт нажмите 7 чтобы активировать только вместо сессии мягко я короче на южную поеду угу угу и 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 но хочешь освободить тачку и и посмотри Все, будешь освобождать? Или сам искать? Сейчас погружусь и найду в Месли Но они, конечно Дебилы, блядь Нашел? Нет Не ругать? Да попрошу По-другому их никак не назовешь Дебилами ты их называй, но то, что ты просто сказал, мне надо А, это связую еще, они по-другому не могут быть Так, 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 что ты ездишь? Так, 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 так... Ладно, походу б я все исправлял Титры полетели Вот этого не надо Машины не надо Машины не летали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет. Да, у тебя вылазит функция. Там снизу посередине должно быть x показать урон, 7 метров, активируй сейсмометр. Я же тебе говорил, как кран. Кранжи тоже там снизу посередине горит? Да, видать, в этот момент я слушаю. Не прошу, я вчера тоже долго мозговал, как вообще этот сейсмометр активировать. Я его искал, где функция конкретно. В этом случае он случайно краем глаза улетел, нажмите 7. Кроме того, мы теперь знаем, этот прицеп все же нужен, а не декорация. Может, две карты отъездили, так ни разу его даже не ставили? Я так и не понял, что мы вообще им делаем. Нет, нет, конкретно какую он функцию выполняет. Тут просто написали разведывание работы, найдите и отсканируйте точку. А что конкретно мы сканируем? Могли бы хоть как-то саморазвитие что ли написать, что конкретно сканируем? Вообще, там в сейсмовой вибраторе есть описание, для чего он нужен. Я сейчас по заданию хочу понять, что я конкретно на этой точке сканирую. А не то, что приедет на эту точку и отсканирую меня. Что? Так бы и написали. Найдите полость под землей или что-то такое. Ну а в конкретном случае, в чем мы сканируем? Все вместе. Подожди, я напишу, что специальный оборудование обнаружения, прям под машиной под землей. Я конкретно по заданию хочу, чтобы мне написали. Короче, аномалии, пустоты, минералы и подвесы из кафе обнаружили. Ну вот, и что мы сканируем? Ты обнаружил ВГ? Обнаружил ВГ. Конкретно здесь написано, приедете на точку на юге и отсканируете. А я хочу понять, что я сканирую. Не смотришь. Тебе дали сверло в руки и сказали, сверли. А ты говоришь, конкретно объясните мне, для чего мне нужен предмет в моих руках. Вот у тебя примерно так сейчас вопрос звучит. Понял теперь, к чему мы идем? Ты просто приезжаешь, он тебя пищит. Вот эти лапы, то она секунду опускается и все, и едь дальше. Можно уже немножко деталей добавить? Так, это Слав, ты где сейчас сканируешь на севере? Он уже это сканирует. Я сканирую. Он на западе только остался, потому что на юг я поехал. На западе? Ну езжай, я не поеду. Я уже посмотрел, что это такое. Хватит с ним этого, да? Езжай, теперь ты посмотри. Хитрый, снизу по центру будет семерка. Вообще, снизу это юг. Я говорю, функцию, когда нажмешь, снизу по центру будет надпись, нажмите семерку, когда на точке станешь приятно. Вот когда, то есть, нажимаешь В, там ежик надо, икс показать урон, вот рядом с этой загорится, нажмите семь. Просто, а я катался, нажимал В и думал, что там день, типа, вот как этот, в списке, там вылезет, разложить кран. Я там надпись смотрел. А она там появляется. Я там, как дебил, десять минут крутился, но видеть не мог. Она не загорается. Ну, у меня, как бы, эти, умеешь жить. Ну, главное, ты понял, где должно появиться. Это важно, Оз. Понял, где должна появиться надпись? Там еще, мое хорошее, спасибо. А то я просто себя бараном чувствую. Сол, эти игры я вчера себя так-то почувствовал. То же самое видео здесь, четкой точки нету. Здесь ты, можно сказать, в радиус заезжаешь, и уже там долго. Ну, Денис, опять же, в оправдание своей тупости. Когда ты на кране нажимаешь, допустим, В, прежде чем, чтобы это кран заработал, ты сначала лапу выдвигаешь, так же? То есть там видно надпись у тебя, разложить кран. Пока ты кран не разложишь, у тебя не загорится, допустим, там, С или еще что-то. А тут вообще ничего. Эта надпись там мелькает, еле серо, еле его видно. Так, что-то я заблудился. Вверх, что ли, помещается? Ну, что на этом КАМАЗе действительно тяжкое, это, конечно, разворачиваться. Вверх, что ли, помещается? Так, 31, нет. Идем направление. 34, не туда. 25, не туда. 29, 27, 27, есть. Царь,志. За работом охитян. Дум Chris, мертвец! Молодец ты, низкома, молодец. А Славка еще больше, он мало ладует Вот и Славке сгорело Славка ругался Это чтобы синие цеплять на высокое или низкое седло Синие какие-то Синие прицеплен Ты обычные меч? Ну те, которые там вдоль добега накиданы Низковые и низкие Низкие, низкие Высоких вообще нету прицепов Их там один штука Остальное все спец Так, остальные так и не открылись еще Какие-то вся надежда на тебя Наверное, я поеду пока прицепчик сейчас собрану Делаю, получается, на том, на чем я становился Сейчас вот вот точку разведают И потом еще два контракта откроются Вот я их еще не делаю Делаю, это не так и не допустим Не знаю, что ты мне заведен А если тут мы читаем Иди-йзи Поехали Так, что ты делаешь Иди-йзи Сливой А сейчас На этом, получается, у нас эти мнения у всех разделились. Классно, там КАМАЗе бесполезно. Ты завыжал, а я за этот, блядь. Я сейчас на колобе катал. А я вообще говорю, что по тачкам. Все три на разных тачках, по сути, задания делал. Я говорю, что лишь там, где у меня застрял Урал, и без прицепа он выехал, к КАМАЗ свой выехать не смог. Что с прицепом, что без прицепа. Я так думаю, что это все, скорее всего, из-за баллона. Потому что у Урала шины какие-то специфические. Но груз он тоже потянуть не смог. Он там же хотел грузом. Видишь, может, из-за чего зависеть. Я же у себя на этом катался. А там, по сути, только я ездил. Соответственно, на дороге не так раздолбанно будет. Может, за счет этого. А здесь-то, получается, на двоем мы все втроем ездим. Соответственно, мы с ним в три раза больше. Возможно. Но у Уралу явно не хватает мощей. Именно двигательный. Я думаю, ты КАМАЗ скажу сейчас. Если бы не писали в этих лошадьевых силах. Ну, если, допустим, по шкалкам у Урала сейчас мощность-надежность 2.2 не хватает. Расход топлива 5. Вообще, по факту, эта карта идеальна для триактора сделана. Триакторы вообще здесь на сре. Он со цистерной, блин, через любое дерьмо здесь ездит. В легкую. Ну, вот сейчас даже по Уралу столько вам не усудить. У КАМАЗа мощность масса меньше. Но проигрывает. По вот этим шкалкам начали смотреть. Тут весь еще прикол, понимаешь? Я вообще в упор не помню, чтобы я вообще этот КАМАЗ покупал. Какой? На котором езжу сейчас. Ну, если у тебя есть, значит, я покупал. Это понятно. При этом я говорю, я не помню, что такое было. О, Уралу, да, я помню. КАМАЗа там разные перебирал. Но это, что брал, я не помню. Он так же на нем выезжал, и тут же он тебя сразу завяз там. Сейчас даже проверю я. Съеду же в этом месте. Это было так раз на том, который у вас сейчас рекомендует все. Я так раз на том сразу и сел. Сейчас я этот проверю. За который ты топишь. В этом же месте, где мы вчера застревались. Ну, там на самом деле тест не объективный был. Потому что с каждым нашим проездом мы все больше и больше там вместили. Какая разница? Если он едет, то он едет там. Если он не едет, то он не едет. Кстати, еще плюс треактора. Прикинь, вот КАМАЗ этот. С длинным прицепом полностью коррежен. Треактор спокойно приехал, и его в легкую просто вытянул из говна. Насколько он силен. Хотя, мне кажется, больше всего там дело именно в колесах. А у трактора колеса очень здоровые. Насколько он силен. Светов зиме этот трактор себе показал просто, как мусор. Но я на зимний не ездил. Я ездил. Мы же когда с осом пытались машину-то вытянуть вверх. Помнишь? Когда потом с того парить, я вытащили. Ну да, да. Он даже просто с горочки с этой выехать не смог. А там. Так, что такой плядный вид. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот прям как дорога идет и съезжай в воду Я на том что ты сейчас ели я там застрял Субтитры делал DimaTorzok 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 Отлично Отлично ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть я вот чуть-чуть левее тут брал Огибал этот камень Я сейчас прямо вдоль него ехал Как ты говорил левее Сюда вот заезжал И вот здесь где-то все застревало у меня Что за рецепт? Ну чё, прицепт? Да ладно Проехал проехал, у меня не проехал Так надо понять, о чём отличие Ладно, сейчас пойдём Потому что в этой конфигурации, как ты видишь, он едет Сейчас Так, хорошо Тюнинг Двигателя выбора нету Коробка стоит, улучшенная, специальная Сейчас, секунду, я Телепортнусь тогда в горячий Так, двигатель первый Коробка улучшенная, специальная Подвеска выбора нету Шины стоят Для бездорожья Да, и там один вариант Правильно? Да Получается 47 МХС1 Да Лебёдка, оно улучшенное, среднее У меня мощное, среднее Но это, как раз, на проходимость не влияет Оно для чистоты эксперимента Запасное колесо стоит Этот С плотной насадкой у меня стоит Воздух Угу То же самое С всего больше я ничего не ставил Ну, декорация, наверное, не должны влиять никак Ну, у меня вообще никаких не стоит Цвет, я думаю, тоже не должны никак влиять А как же там эти призывики с марка на восьмёрку Поехали Поехали Ну, в ту сторону-то я сейчас приезжал с прицепом здорового Плоти Синим Который там валялся у нас Комс Комс Я не знаю сроки Ну, и факт в том, что я на этом reject Штоп, ш UW Я неразу не застрял, что сегодня ездил, неразу не застрял. Нет, нет. Единственное, что два раза я прикидывался сегодня, блять не буду. Видишь бы, если бы я там тогда поехал бы и ладно, он с прицепа бы не потянул полный, там пять этих было забито. А отсоединившись он выехал. Я бы как бы понял, что просто не тянем груз. Но так что я отсоединился, я выехать не смог. Он на месте буксовал и всё. Давай я говорю, сейчас проверим прицеп. Пониженную. Пониженную включал. Нет, причем тут этот, пустой же ты проехал. А я пустым не смог проехать. Это нормально шло? Нет, именно я же тебе говорю, что с прицепом он запусковал, я прицеп отсоединил, его выехать не смог. Пустым. А на Урале куда ехать? Думаю, кто уже к тому моменту вкопался просто. Да хрен его знает. Тут такого не должно наверное быть. Вкопался, не вкопался. То же самое, когда я на Урале поехал. Он с прицепом застрял, прицеп я оценил, он выехал спокойно. Потом я взял, на чем ОС порекомендовал, то же самое произошло. Но там ОС меня сзади потолкал, я потом выехал. Ну не знаю, но я же сейчас сам видел, я за тобой ел и приехал. Я видел. И приехал. Ну вопросов меньше не становится. Ну машины тогда не индивидуальные, и объезды мы проверили одинаковые стоят. Либо тогда там место забагало. Там же у нас вся катка забагала. У тебя двигатель там постоянно моргал, там ОС колеса вылетающий видел, трактора твоего не видел. Сайта от этого вообще забавно получилась. Ну если вот сейчас по идее два контракта должны появиться. Там так раз длинные прицепы нам понадобятся. Там по сути резвузка здоровенная будет. Ну хочешь попробовать приехать опять? Ага. Если мой сейчас застрянет и твой проедет, значит у меня руки. Ну или ноги. Не может такого быть. Сейчас ее увидим. Да. Интересно тут местечко. Что, Дим? Да вот куда я пробрался, на эту точку, на эту точку. Все видишь, я застрял. На автомате сейчас. Он мне не едет здесь. С какой стороны тебя объехал? Так я не знаю. Для проверки. Вот видишь, я тут застрял. Вытяни меня. Ага. И прям по моей колее поедешь. Я даже не доехал до воды. Он уже забуксовал. В принципе ползет. Просто медленно. Ну ты же видел, что я не мог ехать? Я вперед сжал и все. Ну ты тоже видишь. Чисто вперед зажато. Подожди, вроде сел. Или нет. Сел. По чуть-чуть, говорит, и едет. Это не едет, Денис. Это застрял. Сам себя не обманывай. Пониженный вопрос. Ну согласись, застрял. Где ты эту точку нашел? Я здесь застрял, сколько ездил. Так я тебе про что и говорю. Вот то же самое и в том месте вот раз было. Услав и Талант. Хорошо, поехали дальше. Сейчас я тебя не дам. Цепляйся. Да он ползет, ползет. Это не едет, Денис. Не надо мне вот это, что он там пять миллиметров за минуту будет проезжать. Это у нас смысл? Нет. Смысл в том, что типа мы спокойно проезжаем. Ну словно, я только что приедет туда-сюда катался. Так, сейчас надо вспомнить. По-моему где-то... Вот здесь он у меня застрял. Да, да, примерно здесь. Да, вы иди. А вот у тебя... У нас там есть бочки-то дачи? Ну, кстати, был бы классно, если бы они реализовали функцию, чтобы сесть пассажирам. Сделать такое смотришь. Я нашел это место. Давай, Славочка, будешь кряпывайся. Короче, походу, у меня талант, я три раза в одну и ту же точку приезжал, где-то машина тупо ломается. На это я проезжал у вас, ну хотя давай попробуй. Всё, видишь, она даже вперёд не едет сейчас у меня. Я за тебя могу сказать, я удивлялся у вас. Ну я тебя удивил? Очень. Я вчера здесь сколько ездил, сегодня приезжал, блин. Я вот точно нюхнул вот эти точки. Так, Денис, проблема в том, что я три раза получается ровно в то же место проехал. У меня от этого бомбануло что-нибудь. Ты логично проехал в это место, стоп, потому что первый раз ты в бочке вот здесь вот свалил возле камня и ты их объезжал постоянно. Но этот проедет, это будет просто фиаско, если этот застрянет. Ты должен проехать. Видишь, я тому что помогаешь, то ты можешь кабины туда-сюда вертить, он это выковыривает. Ну и у трактора такой же побегу. Трактор тоже буксовать начинает, и ты с лома влюбаешь, и начинаешь мордой прямо либо крутить, и он сам по себе выползает. О, Денис, сейчас туда заедь. Хотя по идее в этом же месте как будто ты и выезжал, но может ты чуть левее выезжал. Вот она моя родимая. Нет, тут сейчас прошел. Наверное чуть-чуть или нет. Все, застрял. А когда с прицепом, сам понимаешь, он вообще тут ехать не мог. Сейчас как-то, видать, не совсем закопался, чуть выехал. Ну видишь, тут он сейчас проезжал, вот и размысил. Так я ж перед осом здесь проезжал задом и застрял. Ладно. Ну правильно, потом мост приоехал без миссии. Все, вот он закопался. Все, не едет вообще. Пониженный врубаешь сейчас. Отцепи. Пониженный, медленно, медленно чуть-чуть. Это я не считаю это проходимость. Вытаскивай. Вытаскивай. Шидеть. Ты меня не вытаскиваешь, да? Сейчас давай ВОЗ вытащи. Ты же едет. Подожди, не на, не на, ну. Сейчас ВОЗ вытащит, а ты ровно за мной поедешь. ВОЗ, братюня, тащи меня. Давай, Дениска. Чмоки-чмоки, ОЗ. Не-не-не-не-не. Что? Удивила тебя еще раз, Дениска? Верите кого взять. Это временно. Ну, сейчас ты даже ты там каким-то чудом чуть-чуть выберешься, с прицепом ты там точно не проедешь. Он тебя тупо не вытянет. А я вот умудрился там три раза на разных машинах. Единственное, что я говорю, что я там вот на этом месте когда застрял, я прицеп откинулся от Урала и он выехал у меня. А этот так и остался закапан МКМС. Так, че там у нас? Два контракта сразу должны стать доступны. По поручениям у нас сорновательные остались. Угу. Так, за горизонт. Металлбалки. А, как раз мы проход на другую карту починем. Давайте ее сделаем. Ты, наверное, могут слезы включать? Окей. Ну, в принципе, здоровый себя взять. Один разводит. А этот. Ну, радиоактивный груз. Тут, по ходу, че-то долго будет. Тут защищенный контейнер четыре штуки. Защищенный контейнер два штуки в разные стороны. Но они грузятся на железнодорожную станцию. По-моему, двухместные там. Короче, Дениска засел. Не-не-не, я двигаюсь просто медленно. Да-да-да-да-да-да. А вот я же не вижу себя. Денис, ты понял, про че я тебе говорил? То, что ты такую езду не признаешь. Нет, ну, подожди, ты... Говоришь, что ты на КамАЗе сегодня ездил, нигде проблем не... То вот это, ты считаешь, не проблема? Это я не знаю, где ты вообще найти умудрился. Я не знал, что здесь такая точка есть. Ну, вот видишь, то есть ты понял про че я говорю. Зава, на трижды в одну и ту ли варенку угодить? Там ситуация была, там были прицепы и бочки я их объезжал. И так получалось, что именно вот в эту колею заезжал. А потом еще и этот... Сессия Глюканова. Да, на Денискинного трактора, от которого колеса там летали. Да, возможно. Короче, кто хочет радиоактивный груз, я повез металлобалки, запасные части, там, грузовой контейнер. Ну-ка, крыш, это мое место. Иди в свое место еще. Должен тебе помочь. Не-не-не, я сам. Не-не-не, крыш отсюда. Доставить радиоактивные грузы металлобалки на складе. Нет, я 20 сантиметров до тебя не достал, делись. Почему был же там все небольшой? Ну, это жесть, конечно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Не-не, оно там чуть-чуть... Значит, он двигается. Он двигается, но там очень медленно у вас. То есть, у меня, допустим, я не считаю эту заезду. То есть, либо вот как ты вот на этом, ну, который я там оставил. Я бы просто все топливо израсходовал, и так или иначе в гараж доходил. У меня сейчас 279 литров. А, ну, в общем, мы на часок можем его оставить, Слав. Ну, нет, ну, он по-любому с прицепом груженным там не проедет. В себя там может быть... Я не поеду. Я просто, как бы, тебе показал и убедился, что твой КамАЗ не всемогущий. Разговор же у нас на чем сейчас зацепился? Что ты ездил здесь делать? Ты не могил, что он вообще здесь проехать физически не может. Он не может. А он и не едет. Давай мы тебя оставим, вот ехай, тут выйдешь ты или нет. Нет, может быть, он и выкарабкается, но это чушь. Себя там может быть выкарабкается. Себя там может быть выкарабкается. Так, ладно. Так, что там радиоактивный груз забрать, да? Ну, пускай Дениска его везет. Мы давай с тобой этот проход откроем к новой карте. Я сейчас поехал за грузовым контейнером. Ты или металл-балки, или запасные части. Убирай, что хочешь. Единственное, сейчас я гляну, сколько контейнер будет. Давай тогда потерпи немного, я тут рядом сейчас загружу, контейнер нет. Там, если у меня останутся, допустим, одно место, то все равно, да, не вариант. Металл-балки два места занимают, запасные части тоже два будет занимать. Ну, тогда ты еще туда и туда заедешь. Ладно, ладно, друзья, я жду. Что, Денис, ты говоришь? Так, грузовой контейнер. Грузовой контейнер, а, он всего два места занимает. Ну, давай тогда я за металл-банклом я, или за опасные части. То есть у меня еще влезет три какие-нибудь вещи. Так, грузовой контейнер. Ну, что возьмем, что возьмем? Грузовой контейнер их один. Все, я погрузил. Это какой, кстати, получается, самый первый? Мы делаем тайга-ойл за горизонт. Нет, нет, я машину. Который там остался? Да. Да, это вот КамАЗ. Он самый дорогой, кстати, он 140 чем-то стоит, остальные там 130. Металл-балки. Металл-балки. Металл-балки на складе. Грузовой контейнер. Ой, запасные части внизу на заводе. Так, а потом с завода, в принципе. Ну, давай тогда я поеду за запасными частями. Ой. Запасные части. Нет. За металл-балками я еду, короче, на склад. Там потом разворачиваюсь и вверх поеду на радиовышку. А ты тогда за запасными частями туда вниз езжай на завод. Запасные части здесь есть. Не знаю. Так они указывают вниз на завод. Не знаю. Вот когда я нажимаю на карте, за горизонт запасные части, он почему-то туда вниз на завод указывает. Очень странно. Ну давай, ладно, здесь погрузим. Всё, тогда с тебя только металл-балки. Я поехал сразу на радиовышку и проверим заодно. Так, это получается, через деревню ехать надо. А ты сейчас что, у вас тоже взял Урал? Да, ну вот, на Готан приехал. Град который, да? Град Ворон, да. . Да вот это блин, опять ручник зап selves упустить. В принципе как он себя ведёт, не нравится. Нет, это не очень поныли вас Кто вылетёт? Саня Матыш Саня Матыш Маршрут Сколько получается, три раза мне туда шлётся Присепов вы, короче, тут жесть накидали Можешь себе продать, я тебе их дарю Какие-нибудь твои мне не дадут, наверное Почему? Мне чужие не дают продавать Да? Какие-нибудь мои? Можешь себе продавать Можешь себе продавать Можешь себе продавать Ай-яй-яй, косяк! В петлю попал Какую петлю? В петлю времени В立т-дерево с корнем выдоеру пока поворачил Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Субтитры делал DimaTorzok Раэль очень даже выгодно было клонировать Сосор Раэль и Папсов сразу получал Клонируй Что мешает По идее этот КамАЗ и так должен был уже склонироваться Я на него менял веса Субтитры делал DimaTorzok 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 Вау Тебе интересно, ведь давно у них склады стали деревянными? Это же Россия Так Россия наоборот все в бетонке делают Нет, что-то не вижу у тебя тут дороги бетонные Так это наоборот бочка у нас вращает, болит И так поехал Я вон тут езжу, так через каждый метр вижу тут медведь с балалайкой, с калашом наперевелся Как мне теперь там попасть? Через деревянный забор Так, наверное тут по кругу надо переезжать И вот здесь между деревьев палец И вот здесь между деревьев палец И вот здесь между деревьев палец Просто я вот эти военные хранилища что видел вырошены? Они все из бетона сделаны Обязательно в землю вкопаны Если не вкопаны То насыпь искусственная сверху сделана Здесь такое ручение что просто бляд Деревня какая-то Реалитивная деревня Реалитивная деревня Ничего не понятно Пусть склады там еще остаются За счетом того, если не штатное что-то пойдет Чтобы хоть говно там внутри осталось Туда ее Как-то проехать-то 2 полоски Отсюда Как-то не верю в меня Я что-то не понял Давай давай Я помню Знаю что с таким прицепом Я не знаю как это угонять Я пристал в деревянный вылетел Жаль Ситрых доволен, накрекал Жаль Ситрых Ох, мне нравится, как Денис с сам собой разговаривает Не, а кто-то у меня не видел, что в результате вкопался Кажется, от реактора везти опять Тоже, КАМАЗ везде проходит А там такое место, я вообще не понимаю, как там выезжать Ну, этот контейнер, который у вас вон там Такую неустойчивость вообще дает на этих колеях А тут вообще дороги феноменальные Не, ну ладно, когда он не гружен А этот же, как бы, ну, он же высоту придает А еще и с прицепом Я раза три этот Еще вот тютелька-тютелька Я переворачивался бы Не знаю, не знаю, что он На пол шишечки Да Прям просто вот уже заваливается и все Хотя вроде как бы ничего такого кошмарного нету Интересно, как у них бреневик реализован Кто? Бреневик Ну, подожди, дождемся Ну, я думаю, что, скорее всего, на самое вкусное Вот он Под камневский лонг У меня что-то есть подозрение, что он вообще говном окажется Который ездить даже не будет Возможно Если тут обгаживаются машины Которые специально, по сути, до такого сделаны Ну, как в кодике, вон, калаш У них там такой мусор Надо же лишний раз подчеркнуть Есть только ремка Ну, у вас эти запчасти приняли То есть теперь только металл-говеты Это остались, металл-балки Ага, везу-везу Правда, это тут мост такой был По дороге, знаешь Вот такой балет со склада Вот деревянный кинули И он еще был, это Ну, криво Как бы, он на одной части В овраге Вторая торчала из оврага И я, короче, это Стал, ну, переезжать Он не тянет Я, короче, кинул эту Ну, брос С полтросом дощите У меня Он перевернулся Брос съехал Я, кстати, подойти к мостам не везу Приехать по-человечески не смог У меня под своим весом Кто бы тащил Брос, тогда мужайся Перед тобой еще два моста Таких будет Ну, один, не знаю Может, тебя не покасается Потому что ты его сейчас мимо проедешь Ну, один точно придется тебе проедить Сейчас я пойду в тунец, блядно Вот сейчас ты один будешь проезжать Справа от тебя А ты, скорее всего, он тебе не нужен будет А другой Он такой еще Градус наклона у него будет Там вот аккуратней Я там чуть не опрокинулся Сейчас подстраховки Фан Йенуриана Такой атака Вот так вот Я у вас поехал Поехал, все нормально Но дальше тоже аккуратнее, там где-то будут такие места, где он будет нырять Так я тут У меня из-за того, что контейнер вверх высокий был, прицеп вообще-то постоянно тянул вниз А, ну так ты без прицепа же, у тебя кузов же Это он и хитрый Так нет, если ему две единицы везти, ему зачем прийти О, смело Не, это я пониженную вырубил, а он здесь не был Кстати, вот мне всегда вопрос интересовал, вот они такую карту делают, почему здесь витязи нету ни одного? Я, по-моему, сам Бог велел здесь витязи добавить Да, хитрый Витязь это, которые под тополь М? Да нет, которые как пиздеходы гражданские Их специально под этой дерьмищи делают И чё, где у нас открылось? Да, вон там три на карьер там уж на патину Найти и просканировать ещё одну точку Ос, давай Тебе понравилось Активировал Ну чё, уже на следующую собрались? В смысле? Карту ты имеешь? Нет, здесь На этой Там, да, по списку получили А вот, следующий, ну, в этом же, от этой фирмы, там уже на враг отсылают Это тайга ойл Так, трансмайер Идите мне, конечно, с контейнером её помогать На карьер тоже отсылают Вороной е12 Следопыт Следопыт ещё здесь делается Слушайте, дядьки, я, наверное, уже спать пойду Туда потерпишь? Не низко бы сказать, делает уже Ага А так и я ещё даже знаю Часко эвакуирую тачки А, ну, если не начал, тогда, ладно, давайте Завтра продолжим Часко эвакуирую тачки Часко эвакуирую тачки